Приветствую всех любителей шахмат. Мы продолжаем изучать лондонскую систему на примере партии одного из сильнейших шахматистов в этом дебюте Гаты Камского. Данная партия была сыграна в 2007 году в Монреале против Сергея Тевякова. Белыми играл Гата и пошел в d4. Черные ответили коне в 6, белый развивает коня, следует продолжение e6 и ход слон f4, который характеризует лондонскую систему. Тевяков сразу наносит контрудар по центру, белый укрепляет центральный пункт d4 и открывает дорогу для своего слона. Черные готовят рокировку, белый укрепляет центр, хотя здесь уже после хода слон e7 заслуживает внимание форточка для слона путем h3, так как на продолжение в партии c3 Тевяков мог получить преимущество двух слонов ходом конь h5. И у белых нет ответной типовой реакции слон g5, поскольку это поле контролирует уже две фигуры черных. Но Тевяков сыграл b6, он решает проблему с развитием белопольного слона, играет что-то наподобие новоиндийской защиты. Здесь уже Камский организует форточку для слона, после чего черные развивают слона на большую диагональ. Следует ход конь d2, размен на поле d4 и продолжение d6. Берут черные под контроль все центральные поля e5, d5, ну и также поля c5 и f5 контролируются противником гаты. Слон d3, белый активизирует слона, готовят рокировку, черный отвечает конь d7, после чего Камский спрятал короля в безопасное место, черные также рокировали. Здесь белый ставит ладью на полуоткрытую линию, черный отвечает ходом ладья e8, намекая на маневр слоны f8 с последующим тычком e5. Тем временем белый захватывает пространство на ферзьевом фланге, черный отвечает ходом h6, не пуская на это поле вражеские фигуры. И гата уводит слона на поле h2. Полезный профилактический ход на случай маневра слоны f8 и e5. Белые фигуры в этой ситуации не будут попадать под атаку вражеских фигур. Ферзь c7 отвечает телеков, связывает между собой ладьи и тем самым заканчивает дебют. Но вот здесь гата приступает к пешечному штурму на ферзьевом фланге. Он играет c4 с идеей пойти b4 и c5, используя диагональную связку против черного ферзя. Как впоследствии выяснилось, у черных есть возможность здесь уравнять позицию ходом e5. То есть они жертвуют пешку после массовых взятий на поле e5. Черный отвечает слон d6, висит фигура на e5. Белым приходится что-то делать. Ну скажем, на отступление можно поменяться на поле h2, затем поменять тяжелые фигуры по линии e, напасть на ферзя. После ухода ферзя сыграть h6, убирая пешку из-под атаки вражеского слона. Ну и скажем, на ход ферзь c2 черный отвечает конь c5 и получает отличную компенсацию за пожертвованную пешку в виде открытых линий, диагонали и большей активности собственных фигур. Но вот вместо хода e5 в партии Сергей Тивяков отвечает a5 на корню препятствия идеи белых b4 и c5. У данного хода есть очень серьезный недостаток, а именно ослабление поля b5, куда в дальнейшем устремляется белый конь. Итак, гата играет конь b1. Он может перевести коня на b5 либо через a3, либо через поле c3. Черные уводят своего ферзя из-под неприятного рентгена чернопольного слона. Белый играет конь c3, черные здесь отвечают d5 и хотят изолировать белым пешку на поле d4. Препятствует гата этому моменту, укрепляет пешку на поле c4. В случае взятия на c4 образуются висячие пешки, но у черных очень слаба будет пешка на поле b6. Линия b откроется и ладья туда придет. Поэтому Сергей не спешит меняться на c4, а связывает коня белых. Теперь нужно защищаться от связки. И кажется, что после хода коней e4, который не случился в партии, но который мог бы быть, так вот после хода коней e4, что черные добиваются материального преимущества. Но вся штука в том, что белые могут пробить на поле e4. В случае взятия пешкой сыграть слон e4. Но теперь если менять слонов, то белые просто остаются с лишней пешкой. А если черный гонится за материальными приобретениями, забирает на e1, то белый в промежутке забирает на b7, нападает на ладью. После отступления ладьи играет слон c6, связывая вражеского коня. Ну и скажем, на уход чернопольного слона можно ответить слон b5. И у белых отличная компенсация за потерянное качество в виде фигуры и пешки. Плюс у них преимущество двух слонов. Фигуры черных связаны по рукам и ногам. Чернопольный слон не принимает никакого участия в борьбе. Видимо, учитывая этот вариант, Сергей отказывается от вторжения коня на поле e4 в пользу перевода ладьи на c8. Ставит свою ладью на полуоткрытую линию, нажимает на пешку c4. Камский переводит ладью на поле e3, которая может подключиться либо к игре на королевском фланге, либо к игре на фланге ферзевом через линию c. Черный уводит в сторону своего коня, намекая на возможность взятия в будущем на c4 с давлением по открытой линии на пешку d4. То есть давление на висячие пешки белых. Но вот теперь Камский оккупирует слабый пункт b5 своим конем. Черный здесь уже играет конь e4. Белый устанавливает ладью на поле c2 с идеей сдвоиться по линии c. И в выгодной для себя ситуации поменяться на поле d5 и захватить открытую линию. Черный сыграли ладья e7, белый пошли ферзь c1. В этой ситуации необходимо было защитить слабый пункт e5 ходом f6. Хотя нужно отметить, что после ответного конь e1 с идеей вытеснить коня с активной позиции преимущество остается за белыми. Но вот Тивяков сыграл конь d7. Он теряет нить игры, топчется на месте. И теперь Гата осуществляет красивую перестройку конь a7, атакуя ладью. После отступления ладьи он пробивает на поле d5, конь на поле e4 остается под атакой. Если теперь черные возьмут коня на a7, тогда после хода слон e4 белые остаются с лишней пешкой. Но что делать? Если брать пешкой на поле d5, тогда будет красивый комбинационный удар слон d5, отвлекая слона от защиты поля c8. И таким образом белые выигрывают ферзя и партию. Ввиду этого черные отказываются от взятия на поле a7 в пользу взятия на поле d5, защищая коня на поле e4. Но Камский использует ослабленный пункт c6 в своих целях. Он объявляет вилку черным, нападает и на ферзя, и на ладью. Приходится меняться на поле c6 и белые захватили открытую линию. Также в позиции черных довольно слабые пешки на полях b6 и d5, что говорит о бесспорном преимуществе белых. Был сделан ход ферзь f8, белые здесь сыграли ладья e2, хотят строиться по открытой линии. Черные ответили ладья e8, также сдваивается по своей открытой линии. После хода ладья c2 делают форточку для короля. Белый также обеспечивает форточку для короля на поле h2, чтобы команда не волновалась. Черные напали на слона, Гата уводит слона на поле c7 и нападает на слабую пешку b6. После ответного коня f6 нельзя было забирать на b6, так как в случае этого взятия черные проводили комбинацию. Играли ладья e1, ну и после взятия конем ладья e1, белые теряют ферзя. Продолжим вариант. Допустим, в случае размена на поле e1, кажется, что черный также теряет своего ферзя. Но вот после хода конь b6 и размена на поле f8 выясняется, что у черных две фигуры за ладью и пешку. Но, наверное, эту позицию белые могут держать. Хотя такой вариант едва ли мог устроить Гату Камского, который владеет преимуществом. Поэтому он сыграл здесь слон f5, нажимает на пункт d7. Черный играет теперь ферзи g7. Уже в этой позиции ладья e1 нельзя было играть после перебоев на поле e1. Черный играет слон d6, нападает на ферзя. После ухода ферзя, неважно куда, ну скажем, если он отступает на поле a8, тогда белый отыгрывает ферзя ходом ладья c8. После размена на c8 король отступает, скажем, на g7 и у белых лишнее качество и выигранная позиция. Если же на ход слон d6 ферзя отступает на g7, тогда будет ход ладья c8. И выясняется, что у черного короля нет полей для отступления, приходится перекрываться конем. Ну и здесь белый также отыгрывает ферзя, остается с лишним качеством и выигранной позицией. Так что в этом положении черные сыграли ферзи g7, белый теперь нападает на ладью и слона. Видимо приходится меняться на поле d6 и черный попадает в тяжелое положение. Не видно полезных ходов за них. Был сделан ход конь f8. Ну скажем, если здесь сыграть ферзи f8, тогда белые могут напасть на коня. Если черный защищает коня, тогда будет ход g3. Такой себе выжидательный. Посмотреть, что предпримет противник. Если черные стоят на месте, тогда ладья c7. Создается угроза взятия на поле d8 с выигрышем фигуры. А на ход ладья d8 белый использует связку по седьмой горизонтали. И также добивается выигрышного положения. Тивяков сыграл конь f8. Гата переводит ладью на c8. Происходит размен тяжелых фигур и продолжение коней e8. Упаковка черных готова к отправке. Здесь уже белый начинает сбор урожая. Еще был сделан ход h5. Но здесь белый нападает на ладью и на пешку расположен на поле d5. Черный отступает ладьей на поле e2. Но после продолжения слон d3 Тивякову не осталось ничего иного, кроме как сложить оружие. Куда теперь уходить ладью? Если ладья уходит на b2, тогда белый просто забирает фигуру бесплатно на e8. И если ладья отступает на e6, тогда после предварительного размена на e6, белый все равно забирает фигуру и получает огромный материальный перевес. Так что на 38 ходу Сергей Тивяков сдался. И в этой партии Гатекамскому удалось использовать ослабление противника на ферзевом фланге. Была разыграна лондонская система. Черные применили здесь новоиндийское построение. Фенкетировали слона на большую диагональ. Построили что-то типа ежа против английского начала. Ну и в дальнейшем защищаясь от угрозы белых атаковать на ферзевом фланге путем надвижения пешек. Черные ослабили пункт b5 и Гатекамский использовал это ослабление к своей выгоде. Что ж, если вам данная партия понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok